Я всех приветствую, дорогие зрители, с вами я Макс и это обзор AS9.3 на iPad 4-го поколения. Ну что ж, поехали! Ну что ж, давайте посмотрим, какая здесь сборка. Я возьму, пожалуй, абонемент, если вы не против, и сделаю примерно вот так. Ну вы видите, да? Номер сборки 9.3 13E233. Значит, к вопросу, вы должны уже были, наверное, посмотреть обзор AS9.3 новой сборки E13E237, по-моему, если не ошибаюсь. На 4-й iPad ничего не прилетело. То есть, как есть новая прошивка, так и есть. Давайте я выйду из настройок. Так, сейчас настройки выгрузили. Давайте посмотрим. Так, обновление P.O. Установлено новейшее P.O. Видите, то есть, ничего здесь нового нет. Ну, к вопросу 4-го iPad. Стоит ли его обновлять община с 9.3 или не стоит? На мой взгляд, конечно, стоит. Квити и Safari быстрее, и Control Center в миллиард раз быстрее. И, серьезно, как я уже говорил, 9.3 быстрее намного, чем на, допустим, даже 9.2.1. Ну, давайте посмотрим. Знаете, я пытался на 5S показать очень интересный баг. Посмотрим, будет ли он здесь. Ну, здесь тоже его нету, когда клавиатура выезжает не до конца. Ну, и на iPad я его вообще не помню, чтобы я его видел. Все работает очень быстро, вполне себе на уровне. Но, опять же, я как говорил, что с iOS 8, 7, 6 не стоит обновляться ни в коем случае на девятку. Это вообще бессмысленно. У кого 9.2, 9.2.1, 9.1, на мой взгляд, пожалуйста, обновляйтесь. Намного лучше стало по сравнению, чем с предыдущими. Действительно, работает все очень быстро. Многозадачность. Все очень быстро, серьезно. Проблем с Safari, с которыми многие сталкиваются. Сейчас я это тоже рассказывал в предыдущем видео. Никаких у меня нет на четвертом iPad. Все работает, в принципе, стабильно. На этом давайте подведем итог. Стоит ли обновляться? На мой взгляд, да. Все очень быстро, плавно. Никаких лагов нет. Ну, на четвертом iPad действительно... Допустим, я заметил, что четвертый iPad лагает меньше на 9.3, чем тот же 5S. С чем это связано? Без понятия. Не знаю. Они там не могут, в принципе... Вообще, определитесь в том плане, что у них некоторые устройства не могут активаться. Почему некоторые, там, старые в основном устройства не могут пройти активацию? А тут мы говорим о стабильности еще системы. Ну, сейчас вроде можно обновиться. Поэтому я рекомендую всем обновляться. Серьезно. Все довольно-таки стабильно. Не пожалеете. Причем, если у вас есть желание, допустим, откатиться на 9.2.1, это без проблем можно сделать. До сих пор Apple подписывает эту версию прошивки. Ну, и на этом, думаю, все. Больше здесь показывать нечего. Надеюсь, вам все понравилось. А, да, чуть не забыл. Пора сказать про батарейку. Я не думаю, что мне этот апплимент мне не понадобится. Вот раз. Иди отсюда. Давайте посмотрим батарейку. Как видите, я iPad не подключал. Я даже поближе сделал. 2 часа 31 минуты используем. 21 часа 55 минут ожиданий. У меня осталось 84%. iPad, напомню, вот этому уже 3 года, 3 месяца или 4 месяца. То есть 3 годового устройства вот так вот держит. Ну, не знаю. Это, на мой взгляд, действительно достижение. Но я особо не юзаю. То есть, видите, я Tubics, Safari. Ну, даже я здесь Hearthstone особо не играю. Кстати, вот на 9.3 у меня с этой игрой вообще одни проблемы. На бетах она вообще не работала. То есть на бета 6, на бета 7 они ее полностью поломали. Допустим, у меня на 4 iPad мне приходилось играть на айфоне. Сейчас тут тоже мне на постоянное что-то вылетает. На 9.3, на официальный, который не бета уже, на который я сейчас вам рассказал. Не знаю, напишите, кстати, в комментариях, кто играет в эту игру. Может, у вас есть такие проблемы или нет. Если есть, то как, может быть, вы излечили их? Именно владельцы 4 iPad я спрашиваю. Потому что, допустим, на том же 5s у меня все отлично. Я там только играю сейчас. Ну, ладно, немножко не по теме. Но, тем не менее, должен был рассказать все-таки тоже, мне кажется. Ну, на этом все, ребят. Пишите в комментариях, как ваши устройства живут. Про батарейки мне вообще, конечно, эта прошивка очень понравилась. То есть, все очень классно, стабильно. Ну, на этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был я, Макс. До скорого.